Информационная война 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 это будет центр города, а мне написать просто тестовое письмо о том, что вы действительно собираетесь. Для того, чтобы хотя бы оценить объем желающих, для того, чтобы подобрать место. О самом месте я скажу дополнительно завтра и послезавтра. В адрес программы поступил вопрос, связанный вот с какой вещью. Люди интересуются тем, почему наша... А, ну, во-первых, да, возник вопрос, связанный, он волнами накатывается. Почему наша программа называется «Информационная война», потому что война это, мол, слово жесткое, оно означает кровопролитие, смерть и так далее. И не является ли наша программа пропагандой войны, пропагандой конфронтации? Хочу ответить на этот вопрос вот так. Дело в том, что мы с вами все знаем, что Украина на протяжении 23 лет это страна, в которой очень четко выращивалась националистическая, украинская, сведомая идея. Все эти символы связаны с перевернутым желто-блокитным флагом, с трезубом и с национальной идеей, которая является исключительно галицийской. Она, это бандеровская идея, это превосходство вот этой части украинского народа над всеми остальными. И вот этот вот весь процесс 23-летний, это и была война, когда выращивались боевики. Они в последнее время начали подготавливаться в лагерях специальной подготовки, но до этого закладывалась идеологическая основа. Закладывалась ненависть ко всему русскому, закладывалась ненависть ко всем русскоговорящим. Мы с вами помним, как в 2004 или 2005 году был введен закон о рекламе, который обязывал все борды, все рекламные тексты только на украинском языке. Мы с вами помним эпопею, связанную с тем, что фильмы должны были быть дублированы только на украинский язык. Это все этапы вот этого пути. И в результате была выращена боевая группировка, которая сейчас нещадно уничтожает русскоговорящее население на Донбассе. И мы, собственно, получили войну. И получается так, что мы на протяжении этих 23-х лет в ответ ничего не производили. Не генерировали идеи, не генерировали смысла. И сейчас наша программа, она фактически является, пусть и запоздалым, но ответом, потому что на этой ниве пропаганды, на этой ниве хотя бы пропаганды даже не агрессивная, а не агрессивная с той точки зрения, что объяснить нашу позицию, объяснить нашу национальную идею, объяснить нашу идеологию, чтобы хотя бы на поле боя была не только свидомитская идея, но еще и наша русская. Потому что с той стороны до конца никто ничего не понимает. Там до сих пор считают, что это ополчение сбило Боинг. Там до сих пор считают, что мы с вами голосовали 16 марта под дулами автоматов. Там абсолютно не слышат ничего, что говорят им русские, русскоязычные люди, которые вчера были согражданами, а сегодня сказали, что хватит. Мы больше не будем жить в рамках вот этого вот унитарного государства, которое под одну гребенку гребет и евреев, и армян, и крымских татар, и русских. И все это унитарная Украина, где украинцы пона дусе. Вот это вот основная причина, почему наша программа называется все-таки война, а не борьба, либо другой эвфемизм, который скрывает то, что на самом деле речь идет о конкуренции народов. Речь идет о том, что сейчас действительно генетически происходит этническая очистка всех русских на Донбассе. И это делается для того, чтобы освободить вот это место для заселения другими людьми. И это как ни крути, это война. Отсюда и название нашей программы. Еще один пришел вопрос в адрес нашей программы, он достаточно интересный и он объемный. Он заключается в том, чтобы сформулировать, что произошло на Донбассе, вот поэтапно, за время после нашего крымского референдума, почему вот произошла такая задержка, почему они не сделали так же, как мы, и почему в конце концов итоги совершенно не те, которые были у нас в Крыму. Вопрос достаточно объемный, я сейчас на него попытаюсь ответить, и потом уже мы с вами включим телефон и ответим на телефонные звонки телезрителей. Итак, Крым, если вы помните, это все-таки в унитарной Украине, это автономная республика Крым. То есть унитарная страна, но тем не менее даже Крым сумел сохранить пусть даже формальные отличия от областей. То есть при всем при том, что практически все то же самое, но тем не менее сохранились органы государственной власти на уровне Верховного Совета, Совета Министров и так далее. То есть даже в этих условиях за 23 года украинцы не смогли, они это очень хотели. Об этом ровно год назад, в марте, в феврале, даже Тигныбок заявлял Верховной Раде, что нужно лишить автономии Крым. Но тем не менее эта территория особая, она особая по ряду причин. Дело в том, что территории, принадлежащие разным странам, они оформляются соответствующими договорами. И нужно сказать, что 60 лет назад, когда Хрущев отдавал Крым Украине, это была такая структурная передача управления. Я уже говорил, что это связано с Северокрымским каналом, это связано с общей системой логистики и с другими вещами. И это не было оформлено соответствующими юридическими договорами. Это как бы стало по факту, это было оформлено какими-то указами, поскольку речь шла о большой стране, о Союзе. И сейчас, если юридически говорить, то на самом деле придраться к тому, что Крым вернулся в состав Российской Федерации, даже в судах практически невозможно. Для этого нужно было сделать ряд юридических актов на основе референдума, что и было сделано. Понятное дело, что вся история с Крымом в феврале этого года, сам факт того, что появилась возможность, это была игра палка о двух концах. И речь шла о том, чтобы в конце концов развязать войну между нынешней Украиной фашистской и Российской Федерацией за Крым. Но в связи с тем, что все было сделано юридически, грамотно, и для этого существовали юридические основания, то Крым как особая территория, автономная республика Крым, а не область унитарного государства, совершенно спокойно. И слава богу, благодаря нашим руководителям, благодаря Черноморскому флоту, благодаря ополчению Крымскому, не будем забывать о нем, мы сумели без единого выстрела почти перейти и вернуться в состав Российской Федерации. Ситуация на Донбассе, она принципиально от этого отличается. Речь идет, во-первых, о том, что это области унитарной Украины, которые входят в состав Украины намного больше, и на основании ряда государствообразующих документов, и любая аннексия, если применять это слово, любое от соединения и присоединения, оно приобретает ряд дополнительных проблем. И вот эти проблемы, они, собственно, стали одной из причин того, что на протяжении трех месяцев вот все государствообразующие процессы, они сталкивались с задержками. Не будем забывать, что Донбасс – это очень развитый промышленный густонаселенный регион. Это означает ровным счетом то, что в Крыму, на самом деле, если кто не обратил внимания, городов-миллионников нет, даже несмотря на то, что здесь есть точное военное машиностроение, здесь есть производственные предприятия, но это прежде всего курортный край, сельскохозяйственный и определенная доля промышленности, и добывающие в том числе. Совершенно все не так в Луганской и Донецкой областях. Это области, в которых есть города-миллионники. Это огромные агломерации городские, в которых города по 300-400 тысяч населения – это просто районные центры, а это почти что в уровень нашего Симферополя. И получается, что этот край очень богатый, и там очень много тех людей, которых называют олигархами. И вот в результате того, что эти олигархи после провала партии регионов, после того, как хунта захватила власть, политически сразу похудели, у них возникла проблема, связанная с тем, что им нужно было отжимать свои существующие налоговые и поставки, сырьевые преференции, которые имели в государстве при Януковиче. И они начали играть в игру следом за Крымом. Вот эта вот русская весна, крымская весна – это очень вдохновляющий был пример. И они начали играть в эту игру для того, чтобы вступить в диалог с Киевом. И с позиции силы, с позиции того, что они стремятся к федерализации. Вспоминаем Северодонецк 2004 года. А попытка федерализации была еще тогда, ее тоже делали олигархи. И вот в результате вот этого всего взят был курс на референдум, на то, чтобы повторить весь крымский путь. Но с рядом очень больших ограничений. Дело в том, что эти олигархи, на самом деле, их не интересовала русская весна, крымская весна, и все те, как они считают, химеры, которые до сих пор интересуют нас. То есть все люди, которые говорят слово русская весна, крымская весна, все подразумевают создание, форматирование субъектов федерации, государственных образований в рамках России, либо отдельно, которые бы были построены на русских принципах справедливости. Вот Запад нам вещает, например, такие лозунги, как права человека, демократия, да, там, свобода сексуальных меньшинств. Ну, такой вот набор лозунгов, который, в принципе, кого-то вдохновляет. А с русской точки зрения справедливость звучит таким вот образом. Это справедливость, справедливость в экономике, в распределении, в труде и во всех вот человеческих правах. Это рождаемость, потому что мы все с вами знаем, что русские, они за последние 23 года вымирают. И это справедливость, рождаемость и процветание. Это вот такой взрывной рост, который соизмерим с тем, что творилось в Советском Союзе в конце 20-х до Великой Отечественной войны и после, когда из аграрной отсталой страны всего лишь за 15 лет Россия, Советский Союз дошли до сверхдержавы. Это подвиг. Это подвиг, который в мире до сих пор никем не повторен. И вот это и есть русская весна. То есть мы все говорим об идеологии, о том, что мы хотим от будущей страны, которую мы все называем Новороссия. Но поскольку у олигархов, которые профинансировали референдум в Донецке, в Луганске 11 мая, таких идей и близко не было, у них стояли только задачи сохранения своих активов, у них стояли задачи сохранения налоговых преференций, когда даже за свет они будут платить меньше, чем там, например, по ставкам для предпринимателей, для юридических лиц и так далее, и так далее. То это была часть игры. И вот эта часть игры натолкнулась на то, что народ, который вышел на референдум, который посмотрел на нас крымчан, который проголосовал, вот появилось движение, которое совершенно не согласовано с олигархическими целями, и получилось так, что олигархи даже не поняли, во что они попали. Они поняли, что они разбудили нечто, что является и двигателем, и прекрасно понимают цель, куда люди стремятся. И это стало массированным таким движением, что в результате монархист и белогвардейский офицер по фамилии Стрелков был этим движением подхвачен и, собственно говоря, полностью вышел из управления тех людей, которые его направили занять передний форпост Донецкой и Луганской народных республик, чтобы обеспечить возможность государствообразующих процессов. И в результате появилось два процесса. Один олигархический, саботирующий все, что связано с Новороссией, и новороссийский, который стремится к одному, это создать справедливое русское государство и решить ряд стратегических задач. Это справедливое русское государство, которое мы называем Новороссия, оно никогда не будет жить в мире, пока фашистский режим в Киеве не будет задушен в самом своем логове. То есть создание Второго Приднестровья на территории Новороссии чревато тем, что конфликты будут двигаться постоянно, всегда будут всякие территориальные батальоны, всегда будут террористы, которые имеют опыт работы в Сирии, в Ливии и так далее. И это нескончаемая война на десятилетия. Для того, чтобы Новороссия смогла осуществить свои государствообразующие цели, нужно навести конституционный порядок на всей остальной Украине. Нравится это кому-то или не нравится. Понятное дело, что после этих боев, после этих бомбежек, после этого геноцида, у ряда людей возникает ощущение, что жить с Украиной они уже не будут никогда. Но нужно понимать, что вся остальная Украина, это тоже часть информационной войны. Это на самом деле не только боевики УНАУНСО, это не только правый сектор, это не только олигархи-губернаторы, это еще и матери, которых отжимают детей и заставляют под угрозой восьмилетней посадки, детей забирают и мобилизуют в армию. Вы все знаете, что Порошенко подписал закон о мобилизации частичной, но тем не менее под мобилизацию почему-то попали даже 60-летние старики. То есть по команде из посольства американского в Киеве Порошенко подписал указ, который прямо вот просто берешь и дешифровываешь простым языком. Это геноцид мужского населения этой страны, потому что скоро зима, а Европа, которая проплатила Майдан, она кормить никого не обещала. И вот это тоже часть вот этой информационной войны, которую мы пытаемся проговорить здесь вслух, и для того, чтобы вы со своими родственниками тоже это как-то ненавязчиво и нескандально донесли. Таким образом, получается, что есть три аудитории. Это народ Новороссии, даже четыре. Это олигархи, которые саботируют тем или иным способом развития этого нового государства. Это есть народ Украины, который не испытывает ненависти, не радуется смертям колорадов, не радуется тому, что произошло в Одессе. И это вот эта хунтовская фашистская надстройка, которая захватила власть в феврале в Киеве. Вот эти вот четыре большие группы людей. И возникает вопрос, если решить проблему с хунтой и зачеркнуть ее красным карандашом, если решить проблему с олигархами, которые из положения над властью, они могут покупать власть до сих пор, перевести в положение под властью, посмотреть на сколько системными предприятиями они владеют, национализировать то, что в принципе не может принадлежать олигархам, и двинуться дальше, то объединить вот эту страну под названием Украина, переформатировать ее, переименовать ее из Украины, вернуть ей историческое название. Все мы помним, что крестили у нас, вот уж точно не Украину, а крестили у нас Русь, а историческое название восточной части Руси – это Новороссия, Наднепрянщина – это Малороссия, а все, что западнее, все вот эти западные регионы, как ни крути, это Червона Руто, переводится «Червоная Русь». Флаг исторический всех русских, он красный, и нужно не забывать, что большевики, которые пришли к власти в 1917 году, у них за спиной стоял русский генеральный штаб, и эти большевики, они исполняли согласованную позицию. И флаг был не только потому, что он символизировал кровь рабочего класса, которую пролил рабочий класс в 1905 году, а это еще и была попытка русского генерального штаба вернуть исторические символы. А миром правят, как мы знаем, имена и символы. Вот это вот вопрос, касающийся того, что происходило на Донбассе, как это вот стратегически можно посмотреть на всю картинку. Мы с вами понимаем, что американцы, которые сюда пришли надолго, и которые здесь уже вместе с поляками, румынами, немцами, размещают свои воинские части. Мы с вами видим по телевидению, что наемники и снайперы, и шведские, и другие вовсю убивают наших граждан, бывших соотечественников на Украине, что эта война, она на самом деле грозит большими последствиями. Она, ну, по идее, она должна затянуться надолго. Но прикупа до конца не знает никто, и очень большая надежда у нас с вами на то, что вот это вот поражение, которое сейчас терпят, тактическое, которое ополченцы терпят, и отступает. Вот эти силы, которые они накапливают, вот это магическое место под названием Саур-Могила, в контентном итоге приведут к тому, что Новороссия освободит всю свою территорию, вплоть до границ Донецкой и Луганской области, и двинется дальше. У нас с вами есть телефон в студии 546-546. Вы можете звонить, задавать любые вопросы по любым аспектам информационной войны, а я пойду дальше. Я хочу вот этот наш лозунг, который звучит «Справедливость, рождаемость и процветание», вот эта русская триада, вот поговорить о справедливости. На самом деле это вопрос очень непростой. И вот несправедливость, вот как ее можно описать? Почему общество человеческое несправедливое? У нас, у русских, менее, а на Западе вообще колоссально. И на самом деле, как ни крути, мы с вами упремся только в понятии судного процента, только в понятие крускурса через три валюты и только в понятие завышения цены. То есть речь идет исключительно о способе делания денег из ничего. Из ничего – это виртуальный термин, на самом деле за счет кого-то. Это очень длинная тема, мы о ней сейчас остановимся подробнее. У нас есть звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дим, сегодня пришлось проехать по железной дороге в сторону Симферополя, и меня удивило, что название станции написано на украинском языке. Но за это время можно было бы уже переписать на русский, это саботаж или недоработка. Что это? Спасибо. Нет, я думаю, что ничего такого. Во-первых, я думаю, что принята целенаправленная политика не суетиться в части, касающейся языка. Потому что у нас государство, Республика Крым, там у нас три государственных языка. Русский, украинский и крымско-татарский. И вкладывать деньги в то, чтобы организовать колоссальную работу по смене табличек, по перенаписанию. Ресурсы сейчас нужны для более других задач. У нас нет дискриминации по вопросам языка. Ну то есть если висит название на украинском языке, то пусть себе висит. На самом деле нам ничего доказать кому-то, или унизить, или сказать, что украинцы, или украинский язык, он не такой равноправный, абсолютно не нужно. Это даже с точки зрения целесообразности не нужно. Все и так все понимают. Ну мне так кажется. Еще один звонок в студию. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый. Вот у меня такой вопрос. Вот вы говорите, вот ополченцы терпят поражение. Но все-таки 40-миллионные государства, смотрите, сегодня мобилизация очередная прошла у них, да? И все-таки оставляют город за городом. Как-то мало надежд тут, на мой взгляд. И оружия у них побольше, и превосходство. Ну вот что вы думаете по этому поводу? У меня есть пара соображений, которые я исключительно сам домыслил, то есть из открытых источников. Я думаю, что речь идет исключительно о борьбе двух партий в Новороссии. Это партия, собственно, Новороссии. Это люди, которых интересует идея создания нового государства. И партия олигархов, которые, ну, владельцы всех заводов газет-пароходов, которые крышевали копанки и так далее. И вот речь идет о саботаже, связанном с тем, что ресурсы, которые там и так есть, а все знают, что город Солидар – это колоссальный оружейный комплекс. Все знают, что на территории этих двух областей есть огромное количество воинских частей, из которых даже офицеры украинской армии торговали оружием и так далее. То есть вот эта ситуация, она плоха тем, что мы теряем время, мы теряем жизни боеготовых, боеспособных солдат, но эта ситуация хороша тем, что сейчас вот начинается очень заметный и очень понятный процесс чистки во всех этих государственных структурах двух республик, которые будут прообразом и объединены в Республику Новороссию. То есть я исхожу из того, что, ну я уже говорил там вчера, что самая темная ночь перед рассветом. То есть еще совершенно никто не знает, во что это выльется, и прикупа никто не знает, и отступление Мозгового из Лисичанска, оно тактическое, оно вызвано рядом обстоятельств, о чем и дал комментарий развернутый и Стрелков, и депутат Государственной Думы Федоров и так далее. То есть там происходит какая-то, какие-то движения в столицах, там происходит какой-то явный саботаж в качестве распределения ресурсов, и там происходит обычная боевая работа. Вот это вот вылилось в такое вот состояние фронта. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Но вернемся к справедливости. У нас программа осталась три минуты. А, есть звонок еще, да? Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Мы хотели от всей семьи и от всех знакомых, кто вас знает, поблагодарить за вашу передачу. Благодаря вашей передаче у нас появилась надежда, и вот этот ваш позитивный настрой, он нас всегда очень радует, и мы верим, что все будет хорошо. Будет и в Донецке, и в Луганске так же хорошо, как у нас в Крыму. Благодарим вас за передачу. Спасибо большое. Спасибо на добром слое. Так вот, справедливость. Вот в чем заключается несправедливость человеческого общества? Ну, во-первых, в судном проценте. Все, кто предприниматель, они четко знают, что есть два цикла обращения денег. Это когда ты, например, нашел инвестицию, построил кафе, либо закупил товар, либо даже занялся производством. Тебе надо прожить весь цикл оборота, тебе надо пройти все эти ады круги с отчетом, с бухгалтерией, с производством, с подчиненными, которые могут воровать водку с прилавка. Ну, например, если бар держишь, ну и так далее. И есть еще малый круг обращения, когда тебе приходит банкир, либо кредитор, который тебе дает деньги, и его вообще ничего не интересует. Его интересует ставка процентов и сроки, когда ты начнешь отдавать. И вот эти два несообщающихся круга, они, собственно говоря, являются основой несправедливости. Дело в том, что эти два круга у нас существовали в человеческом обществе не всегда. Банки, так называемые коммерческие, стали банками коммерческими только с начала 1617 века, когда стали образовываться известные английские банковские дома, которые в конце 17 века учредили Банк Англии. До этого банки были фидуциарные. Фидуциарный – это такой термин, который очень похож на мусульманские банки, на арабские. Суть его заключается в том, что банкир, который дает деньги, он входит в бизнес. И нет малого круга, связанного с процентами, и его интересует все. Он получает только фиксированную плату за возможность пользоваться этими деньгами, и его интересует все. И прибыль, и неприбыль. Это если, например, певица бы Валерия приехала в Симферополь, и ты организовываешь ее концерт, то ты можешь с ней договориться, например, либо за половину кассы, либо, например, за фиксированную цену, например, в какое-то количество денег, которое независимо от того, сколько людей придет в зал. Вот это примерно два таких принципиальнейших, важных момента, которые вроде бы по балансу и не так уж и понятны, но они являются четким критерием справедливого распределения ресурсов и несправедливого. Вообще, все, что касается финансов, баланса и всех остальных структур, это достойно отдельной программы. Но я хочу сказать, что на нашей встрече в субботу мы это тоже будем обсуждать, потому что основные тезисы, что такое справедливость и русская справедливость, это основа всей нашей информационной войны. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова